Всем привет! Это сборная России по футболу и мы принимаем участие в новогодней футбольной викторине. Надеемся, будет интересно. Здравствуйте, господа игроки! Сборная России всегда отличалась умом и сообразительностью. И сегодня вас ждет новогодняя интеллектуальная игра, в которой все вопросы будут связаны с футболом. Хоть это и праздничная игра, думать вам придется много. Если будете такими расслабленными, как сейчас, то можете и проиграть. А если вы проиграете, то вас ждет наказание от наших телезрителей. Прежде чем начать игру, нам надо решить вопрос с капитаном, который будет представлять отвечающих. Можно выбрать капитана на всю игру, а можно, как это принято у вас в команде, на каждый раунд назначать нового капитана. Вы что предпочитаете? Мы придерживаемся выбранной концепции. Недавно выбранной. И на каждый раунд будет новый капитан. Ну, тогда я его буду назначать. И первым капитаном в первом раунде будет... Даниил Фомин. Готов? Да. У меня 13 вопросов. Мы играем до счета 6. Кто набирает 6 очков, тот и выигрывает. Капитан называет номер вопроса, который он хочет сыграть. Даниил, прошу. Ну, давайте начнем с первого. С первого по 13. Выбирайте. С какого начнем? Первого и начнем. Это было не так давно. Обнявшись, они пели. Мы готовы к смерти. Страна нас позвала. Кто же нас тогда победит? Их и не победили. О ком это я? Время. Ну, возможно, это про какой-то матч. Про построение перед матчем. Гимн пели, возможно. Нет, такая догадка с нами. Обнявшись, готовы к чему-то. Нет, это не национально. А, кстати, да, сборной. Им было недавно. Ну, давайте попробуем. Подводили. А, они соедали? Нет. Их не победили. А, они гибриды, да. Ну, да, они не победили. А про смерть-то они в гимне? В гимне может есть. Ну, возможно. Да, да. Отвечай, да ты как-то. О, брал. Все, хорошо. Я назначаю. Фу, уже не сгорели. Твоя, твоя горождая. Нет, я от тебя выгляжу. Нет, просто давайте хоть кто знает про матч что-то. Я вообще не помню ничего. Про мальчик? Ну, про евро. Чтобы объяснить, ответ смог нормальный. Просто кто ответит. А что, ну, типа сборная Италии по футболу, они выиграли чемпионат Европы, не проигрывали, установили рекорд. Давай, сейчас, давай. Похоже, похоже отвечу. Они недавно только у них первая серия. Так, время вышло. Данил, кто отвечает? Отвечает Федор. На первый вопрос. Федор отвечает. Да, там, Матвей Сафонов подал эту идею. Самый первый среагировал. Мы считаем, что это сборная Италии по футболу, которая установила новый рекорд без поражений и победила ее на чемпионате Европы, соответственно. И, наверное, у них в гимне есть слова о том, что смерть они не боятся. Внимание, правильный ответ. Да, мы готовы к смерти, страна нас позвала. Кто же нас тогда победит? Пели свои гимны футболисты сборной Италии по футболу. Их и не победили, они стали чемпионами Европы этого года. Вы начинаете с победы. 1-0 в вашу пользу. Ну, а следующим капитаном у нас будет Федор Смолов. Давай, Федь, вопрос номер. Вопрос номер 9. Номер 9. Великолепно тебе достается видео вопрос. Всем привет, это Егор Шип. Матч Галактесара и Ювентус был остановлен на 35-й минуте до игры только на следующий день. Какую хитрость применили сотрудники стадиона, чтобы помочь своей команде? Галактесара. Может, свет выключили на стадионе? Время пошло. Что еще может быть? Свет с фанатами? Погода? Нет, я уже уточнил, что сотрудники стадиона, фанаты, значит, как бы к этому не очень имели отношение. И погода, значит, тоже не считая, значит, получается, со светом хороший вариант. Ну да, наверное, только свет могли выключить. Какие еще может быть? Что можно было сделать, чтобы остановить матч? Из-за погоды не можете, из-за снега? Потому что типа... Нет, просто вопрос, что... Нет, но матч же пошел, на 35-й минуте остановили. Может, эта машина не была, которая снег убирала? Нет, что типа машины сломались, они не могли убрать снег? Ну типа у нас нет такого, мы не можем сейчас убрать. Давайте завтра. Подогрев хороший. Да, да, хороший. Как раз и event уже через контроль, чтобы тяжелее им было, чтобы в снегу застревал мяч, наверное, так. Подогрев, да? Да. Подогрев? Подогрев? А, может, линии, да, нет. С подогревом хорошая идея. Время вышло, значит, пора отвечать. Федор, кто это делает? Ну... Давай с подогревом придерживаться. Да, да. Отвечать будет Александр Ерохин. Предоставляем слово. Давайте попробуем. Было несколько версий вообще и со светом, то, что могли свет отключить. Но если... Ну что у нас произошло? Давайте поговорим. Ну, пришли к тому, что был снегопад и, возможно, сотрудники стадиона осознанно не включили подогрев поля, чтобы снег не таял и невозможно было продолжить. Матч, потому что не видно разметки и, возможно, мяч там был белый в тот момент. Матч продолжили на следующий день. На следующий день. Но они применили хитрость, чтобы помочь своей команде, а не прекратить матч. Итак, ваш окончательный ответ. Ну, наверное, оставим версию. Оставили снег на поле, не включили подогрев. Не включили подогрев. Ваш ответ понятен. Ну, это как бы шаг к правильному ответу, но весь путь не проделан до конца. Они хотели помочь своей команде. Если они оставили снег на поле и не включили подогрев, то обе команды в равных условиях. Так ведь? А ведь уже они доигрывались с 36 минуты первого тайма. То есть весь первый тайм прошел. И было известно, кто на какой половине поля играет во втором тайме, где будет большая часть игры. Правильный ответ такой. Они гораздо лучше расчистили ту половину поля, на которой играл первый тайм Галатасарай. В итоге во втором тайме на расчищенной половине играл Ювентус. И Галатасараю легче было атаковать целый тайм. А Ювентус, когда пытался атаковать, там завязал в сугробах. 1-1. 1-1 этот вопрос. Вы проиграли. Следующий капитан у нас Матвей Сафонов. Матвей, какой вопрос играем? Давайте третий. Такой вот вопрос достается. Итак, однажды под Новый год знаменитые испанские футболисты Икер Касилиас и Андрес Инъеста в шутку, спонтанно, организовали на улице необычную автограф-акцию, прошедшую весьма живо и весело, и приветшую тех, кто узнал футболистов, в восторг. Вопрос. В чем же была необычность этого мероприятия? Минута у вас, время. Ну, были в костюмах. Гремировали, может. В костюмах, да, это точно. Но просто Касилиас тогда играл, получается, что это было под Новый год сборная не играет. Это был Реал и Инъеста в Барсе, ну, типа, может быть, это было связано, типа, с каким-то классикой, типа, да, и их, как-то, не знаю, нарядили. Ну, там, скажем, тех, кто их узнал, типа, повернули. Ну, то есть точно их там загонировали. Возможно, типа, как Санта-Клаус одет был. Ну, да, Санта-Клаус, но у них, получается, в Испании это не Новый год, а Рождество, значит, 25 декабря. Ну, под Новый год как раз. Ну, да, да, они, я имею в виду, что костюм какой Санта-Клауса и... Командами не могли поменяться, типа, они там, Реал, Барса, наоборот. Формы? Ну, мне кажется, там же вопрос был в том, что кто их узнал. Если они без грима, поменять форму Испании, если их узнают все, да, тем более этих там людей. Ну, точно был грима, какой грим. Новый год. Время, я так понимаю, вышло. Вы слишком пытались углубиться, все гораздо проще на поверхности. Кто отвечает? Ну, давайте Федор Смолов ответит. С одной стороны, вроде на поверхности, то, что вы сказали, с другой стороны, они были в разных командах, и, то есть, нужно понять, к чему это было приурочено. То, что вы сказали, что это было под Новый год, ну, единственное, там, к чему пришли, это Рождество, соответственно, там, католическое. Это было спонтанно, значит, ни к чему не было приурочено, Федор. Так, ответ. Играли. Да, ну, хорошо, тогда, возможно, они, я предположу, выпал снег в этот год, они играли в снежки на улице. А автографы при чем? Ну, их узнали, и, соответственно, для людей это было неожиданно, и они начали давать автографы. Ну, когда их узнают, они всегда обычно дают автографы. Ответ понятен. В общем, неправильный, а правильный ответ такой. Все дело в том, что им пришла в голову эта идея, они устроили автограф в сессию, чем порадовали всех прохожих, потому что они не давали автографы, а брали автографы у всех прохожих. Представляешь, что у тебя берет автограф Иньеста, или у тебя берет автограф Касилиас. Прохожий идет по улице, тут к нему подходит Касилиас и говорит, дайте автограф, пожалуйста. Прохожие были просто в восторге. Вы, вы снова проиграли. 1-2. Тут что-то, да? 1-2 и, надеюсь, что Леша Миранчук, который сейчас будет капитаном, будет выправлять ситуацию. Какой сектор? Давайте выбирать третий вопрос. Седьмой, седьмой, седьмой. Третий только, чтобы... Все, под давлением сижу. Плохо следить за игрой. Седьмой у вас опять видео вопрос. Внимание на экран. Всем привет. С наступающим Новым годом. Россия вперед. Вопрос такой. В Молдавии в одном из матчей выпал снег, из-за которого стало не видно разметку. И организаторам пришлось выходить из этой ситуации очень интересным способом. Использовав то, что лежит в черном ящике. Вопрос. Что же лежит в черном ящике? Ну, у нас ящик сегодня не черный, а белый. Черный ящик белого цвета. Но там действительно лежит ответ на вопрос. Минута у вас. Думайте. Песок. Краска. Видно было разметку сказали, да? Он тяжелый, когда поднимали его полидел. Можно поднять? Подним. Ящик нельзя трогать. Нельзя трогать. Сейчас наказываю вас. Варианты какие? Песок. Ну, то, что находится на стадионе. Краском баллончик. Ну, баллончик тогда не было, наверное. Ну, не факт, что было, не знаю. Ну, что-то необычное, да? По-любому. Типа Молдавия – это вино, может быть, вином, не знаю, полили эти линии красного цвета. Леша, кто отвечает? Мы считаем, что нам мало. Вышло время. Тишина в команде. Мы хотим добавить добавочные минуты. Правила такие, что одной минуты хватит. Тем более, что у вас правильная версия была. Делайте нам, добавьте время. Вот вы придумали правильную версию. Кто отвечает? Кто может? Посоветовавшись, мы приняли решение, что это могло быть вино. Вино. Какое вино? Полагаю, что… Не белое. Полагаю, что да, из красного. Так, отвечает Алексей Мираджук, а не Федор Смолов. Красное. Красное вино, да? Ваш ответ понятен. Ну, понятно. Молдавия, первая ассоциация, вино. Дальше вы не пошли, хотя говорили правильную версию. Открываем белый ящик. И достаем оттуда бутылку красного вина. Счет становится 2-2. Молодцы. Неужели у них столько вина там было? Нет, но вина там было больше. 2-2, пятый раунд. Пятый раунд. Капитан у нас Роман Зобнин. Рома, кто… Такой номер вопроса. Давайте второго не было, да? Давайте второй. Второй. Хорошо. Ну, вот такой вопрос достается. Полузащитнику Эльзату Ахметову, хорошо вам известному, не хватило всего несколько часов для того, чтобы сыграть на молодежном Евро. Вопрос. Что же поторопился сделать Эльзату в свое время? Время. Может он типа из офиса рано вышел? Не, ну по возрасту он не подошел, потому что… Ты точно знаешь, да? Ну, мы… Я знаю, что он, да, там… И у него там, условно, 31 декабря – день рождения. Я не знаю, когда он день… Ну, да, я не знаю, когда день рождения, но я… Ну, да, да. То есть он родился под конец года, соответственно, через пару дней он был бы на год младше и сыграл бы по возрасту прошлом. Я думаю, да. А, ну, плотно, да. Что называется? Ну, давай еще подумаем, еще подумаем, что можно. Да. Только я, ну, получается 31 декабря… Ну, если готовы, можете отвечать. Роман, кто отвечает? Давайте я отвечу. Отлично. Ну, я так думаю, что по возрасту он не подошел, у него день рождения 31 декабря, ему не хватило буквально там совсем чуть-чуть. Чтобы сыграть на молодежном Евро. Ну, мне нечего добавить. Вы отлично знаете своих партнеров по команде. Еще остается 3-2. 3-2 в вашу пользу. Молодцы. Мы с ним в Академии просто давно. Ну, и шестым капитаном сейчас будет Александр Ерехин. Какой номер вопроса? Давайте 13-й. Ну, интересный выбор. И вот такой вопрос. В 2013 году женская сборная России прилетела в Атланту, где должна была сыграть товарищеский матч женской сборной США. Однако организаторы перенесли матч на несколько дней из-за сильнейшего снегопада. Тренер россиянок недоумевал. Почему? Ведь матч-то должен был пройти в манеже. Так почему хозяева приняли решение о переносе? Время. Минута. Атланта, Джорджия, да. Наверное, там, типа, солнечный штат. И для них, типа, снег впервые выпадает. И у них там, наверное... Летние колеса. Да-да-да, выходные. И, типа, летние резины. Они не могли поехать. Не знаю, в плане безопасности. Выставочный матч. И не было, наверное, снегуборочных машин. Может быть, типа, не могли снег убрать, потому что он там не выпадает. Не предусмотрен, знаете. Ну, и то, что болельщики не могли приехать. Или команды сейчас. Ну, нет. Я думаю, что все вместе. Просто из-за того, что там снег выпал, да. И добраться было невозможно. Типа, редкое событие. То, что в этом штате снег не выпадает. И, типа, штат закрыли на три дня серии. Если возражений нет и других вариантов. Мы дальше не думаем по СССР. Вы готовы отвечать? Да, и время уже вышло. Александр, кто отвечает? Давайте эксперт по Америке. Ответит Федор Смолов. Он вообще и по Америке эксперт. Как оказалось. Как выяснилось. Ну, слушаем. Ну, мы предполагаем, что Атлант – это штат Джорджия, насколько я знаю. И снег там выпадает, видимо, очень и крайне редко. Соответственно, у жителей местных нет ни зимней резины, ни снегоуборочных машин. Это было такое событие, когда люди не могли выйти из дома там и добраться на игру. Поэтому матч отменили. Даже несмотря на то, что он должен был проходить в манеже. Ну, то есть больше из-за зрителей. Из-за зрителей почему? Потому что… Они не могли добраться туда из-за того, что было очень много снега. Опять же, и нет техники, чтобы убрать. И, соответственно, штат не приспособлен к тому, что там выпадает снег. Ну, то есть, а билеты, видимо, они купили заранее. В этом твоя логика? Ну, билеты заранее покупают обычно, да. Ну что ж, сейчас могу сказать, что это правильная логика. Еще ценится 4-2 в вашу пользу. Вы вырываетесь вперед. В том же ритме, так сказать, Даниил Фомин снова возвращается к своим обязанностям. Какой номер вопроса? Давайте 4. 4 – это Блиц. Вы будете играть Блиц, то есть, за минуту вам надо на 3 вопроса будет ответить, а не на 1. Напоминаю, 20 секунд у вас на то, чтобы придумать ответ, так что торопитесь. Вопрос первый. Когда в 1961 году в ходе осенне-зимнего турне сборной СССР по Америке, сборная Аргентины, впервые проиграла ей на стадионе Риверплейт со счетом 1-2, местная газета очень выразительно озаглавила отчет о матче. Заглавок был такой. Месхи-3 миллиона песо. Песо – это тогдашняя денежная единица Аргентины. Митривели-3 миллиона песо. Яшин- А что значилось напротив фамилии Яшина? Это 20 секунд у вас. Спасибо. Это бесценно. Это хорошо. Бесценно. Да, ноль. Ну что еще может быть? Или ноль? Ну, типа, что не пропустил, а три, типа, что один из них забил гол. Типа ноль, да. То, что на ноль сыграл, например. Ну, он же ноль сыграл. Они 2-1 сыграли. Типа ноль. А, ну, тогда это. 20 секунд прошли. Данил, кто отвечает? Давайте Роман ответит. У вас две версии, надо выбрать одну из них. Роман? Напротив его фамилии было написано слово «бесценно». Бесценно. Бесценно. И это правильный ответ. Там было написано «бесцены», «бесценный футболист». Яшин внес основной вклад в победу. Блиц продолжается. Второй вопрос. Итак, перед Рождеством, пивной спонсор Федерации Футбола Испании подарил сборной Испании, которая выиграла в этом году чемпионат Европы, 1742 литра пива. Сейчас все так задумались о своем, о чем-то. Больше всего 95 литров досталось запасному вратарю Рейни. А самым обделенным оказался полузащитник Косорла. Он получил всего лишь 70 литров. Как же распределялось пиво между игроками? 20 секунд. А по росту? Сколько килограммов, я думаю, кто весит? Косорла самая маленькая. Да, самая маленькая. Запасной вратарь 95, похожий. Да, да. Но он здоровый. Вот мы сейчас играли, он же в латце, запасной вратарь. Я видел, он прям такой, он 95 весит точно. Да, Косорла. 45 для него, да, объем. Ну, я думаю, да, там типа по весу, сколько килограмм. Время вышло. Данил, кто отвечает? Федя. Мы думаем, что количество литров приравнивалось количеству килограммов каждого игрока. То есть к весу игрока? Да. Близ продолжается третий решающий вопрос. Знаменитый футболист Джордж Бест рассказывает. Однажды в новогоднем шоу я сказал, что IQ Гаскойна меньше, чем его номер на футболке. Гаскойну об этом рассказали, после чего Пол разыскал меня, рассказывает Бест, и спросил, что же спросил Гаскойн. Итак, Бест в новогоднем интервью говорит, что IQ Гаскойна меньше, чем его номер на футболке. После чего его разыскал Гаскойн и задал вопрос, какой? Ну да, логично, что он туповат. Скорее всего он спросил, что такое, чувак, что такое IQ. У Гаскойна девятый, седьмой или девятый. Седьмой Бест и девятый. Ну, по-моему, у Беста был он же матчастик? Да, да, да. У седьмой, мне кажется, двадцать девятый был у Гаскойна. Ну, я думаю, что да, что такое IQ он спросил. Давайте. Время вышло. Кто отвечает на меня? Также Федя отвечает. Да, мы думаем, что Гаскойн разыскал Беста и спросил, а что такое IQ? Что такое IQ? И вы думаете абсолютно правильно, мне сейчас становится 5-2 в вашу пользу. В одном шаге от победы. Какой номер играем? Давайте десятый. Десятый и у вас видео вопрос. Специально для тебя, Федор. Всем привет, с наступающим новым годом. Это Обла, Players Club. У меня следующий вопрос. Игрок West Ham United, Майкл Антонио, разбил свою ламбу в результате столкновения с ограждением возле своего дома. Игрок не пострадал, а авария получила название новогодней. Почему? Ну вот такой вопрос от, я так понимаю, твоего друга, Федор. Да, да, мы знакомы, общаемся. Елка пострадала. Я говорю, что на него упала, в машину елка упала. Это точно было недавно. Это был боксинг-дэй, по-моему, что-то такое. И он, может быть, ехал типа на игру, кажется, что-то такое. Почему новогодний, получается? Потому что боксинг-дэй был? Да, 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 это был боксинг-дэй точно. И он, не знаю, может быть, реально елка. Может, пьяным. Сосулькой. Новогодний. Сосулька, елка, что-нибудь такое. Но никто не пострадал. Ну, если бы елку, он бы пострадал, мне кажется, если бы елку вшатался. Да нет, почему? Не факт. На самом деле, как раз машина пострадала, он вышел и доехал. Потому что с ним ничего не случилось. Наверное, да. Елка. Кто? Елку? Елка или боксинг-дэй? Елка или боксинг-дэй. Это было в этот период. Просто я точно помню, что было недавно в этот период. Но, скорее всего, елка, если это получило название новогодний. Почему? Гирлянды, может быть, упали на него. Мне кажется, елка больше. Он прятался в ограждение, так сказать. Может быть, он был в этом, типа… Одесса доквался? Да, да. Время вышло. Кто отвечает, Федор? Кто у нас еще не отвечал? Не знаю, кто у нас еще не отвечал. Матвей Сафонов ответит. А, еще мне выбрать. Матвей Сафонов. Матвей, ты разбивал свою ламборджини? Пока что нет. Итак, почему же авария получила… А можно повторить? Название «Новогодний». Можно повторить вопрос? Всем привет! С наступающим Новым Годом! Это Обла, Players Club. У меня следующий вопрос. Игрок West Ham United, Майкл Антонио, разбил свою ламбу в результате столкновения с ограждением возле своего дома. Игрок не пострадал, а авария получила название «Новогодний». Почему? Ну, у нас несколько версий. Если честно, тяжело купить. Я сейчас вас накажу, потому что капитан подсказывает отвечающим игроку. Я потянулся просто. Итак. Ну… Надо выбрать одну. Если честно, тяжело выбрать, то, наверное… Тяжело, такой вопрос. Мне бы тоже было тяжело, скажу честно. Ну, потому что, мне кажется, много вариантов подходит. Надо на чем-то остановить. И ваш ответ. Надо угадать. Интуиция. Братарь должен понять, куда будет удар. Предугадать действие соперника. Куда Антонио пробит удар? Ну, наверное… Ну, давайте скажем так, что, возможно, он отмечал, там, выходной, или, там, готовился к Новому году, Рождеству. И, может быть, он выпил, и поэтому не справился с управлением, и недалеко уехал, скажем так. Ваш ответ понятен. То есть, если выпил, это уже новогодняя авария. Ну, под Новый год же. Выпил под Новый год. Ну, на самом деле, у вас была очень близкая версия, хотя и не совсем правильная, но очень близкая. Она получила название «Новогодний», потому что игрок, молотобойцев, был одет в костюм Снеговика. Ну, если бы вы сказали в костюм Санта Клауса, я бы подумал, и, может быть, даже вам засчитал, поскольку тут угадать, в какой костюм он был одет невозможно, Санта Клауса или Снеговика. Но вы от этой версии отказались, и счет становится 5-3. Итак, какой играем? Остались пятый, шестой, восьмой, одиннадцатый, двенадцатый. Давайте восьмой. Восьмой вот такой вопрос вам достается. На первом матче сезона в престижной ложе стадиона Стэнфорд Бридж, ну, где играет Челси, пустовало одно место, что обычно редкость, а все места заняты. Когда оно осталось пустым и на втором, и на третьем матче, посетители ложе стали гадать о причине и предположили, что болельщик, купивший абонемент на это место, умер. Но когда в середине сезона этот болельщик все-таки появился, к нему кинулись с расспросами. Вопрос. Почему он так долго не пользовался своим абонементом? Восьминута. Да. Ему жена купила на Новый год, по-моему, подарок, типа, ниже полсезона, и он только с Нового года начал ходить на матч, помню, я слышал такую историю, по-моему, да. То, что подарили, типа, подарок. Либо на Новый год, либо на день рождения, что-то такое. Ну, я думаю, на Новый год, праздник. Но он не знал просто. Я где-то слышал такую историю, да, да. Ну, может быть, что-то такое просто. Не, хорошая, хорошая. Ну, чего давай отвечать? Я думаю, готовы. Здорово, Роман. Вы точно подумали? Подожди, может быть. Важный момент. Сейчас, может, сейчас стать шесть три, а может, пять-четыре. Подумайте, у вас есть еще время. Ну, если я сейчас капитан, я уверен, в данном ответе мне он нравится. Отвечать не будет. Ответственность. Отвечать будет Рома. Это его версия. Ну, ладно. Хорошо, раз все согласились с моей версией. Тогда… Ну, я так понимаю, что… почему он не ходил половину сезона на матчи, потому что ему жена сделала подарок. Я так понимаю, Новый год – это середина сезона как раз. Сделала ему подарок на Новый год. Ну, купила абонемент ему на все матчи сезона. Вот. Но подарила ему именно на Новый год. Это Англия. Это Стэнфорд Бридж. Вы досрочно отвечаете, поэтому должны быть точными во всех деталях. на Рождество. Ну, да. И как бы… Я бы научился аристократ. Тишина. Тишина. Рождество. 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 С победой!